Доброе время суток, уважаемые друзья, с вами Андрей Погорелый и сегодня хотел бы высказать свои мысли по поводу ICO Filecoin, который прошел почему-то для многих СМИ незамеченным, тем не менее, на мое личное мнение, которое является неким даже прецедентом в мире блокчейн-индустрии. Сейчас объясню почему. Смотрите, данное ICO у нас, Filecoin, оно собрало уже 187 миллионов долларов буквально за один день. Оно было приостановлено, сейчас вот видите Temporary Post написано, но тем не менее, оно буквально за один день собрало 187 миллионов долларов. Это, ну если бы не продолжили дальше сбор, я уверен, что это было бы самое быстро финансированное и самое большое ICO вообще в мире. На данный момент мы знаем, что есть Tezos ICO, которое собрало 250 миллионов долларов, но тем не менее, это ICO могло бы превзойти, Tezos буквально быстрее даже собрать за один день большую сумму. Так вот, в чем же, в принципе, смысл данного ICO, почему такая большая сумма была собрана и почему это некий прецедент, как по мне? Ну, опять же, скажем так, что, во-первых, Filecoin, это проект от довольно-таки известных IT-ребят под названием Protocol Labs. Если вы зайдете на их сайт, вы увидите, что это некие разработчики, которые даже бывают на добровольных началах, программируют какие-то интересные новые протоколы. Если зайти в их проект, вы также можете увидеть, что одна из их разработок это протокол IPFS, который позволяет дизитализированно, в общем-то, полностью создавать дизитализированные какие-то приложения. Такая же технология, как вы знаете, используется, например, в дизитализованной площадке Opus, да, по продаже музыки, да, вот там я об этом тоже рассказывал. Некий Swarm идет, то есть Roy, и все это хранение идет через некую систему, похожую на торрент, на торренты. Вот, то есть они являются разработчиками многих протоколов, довольно-таки известные ребята. Но суть даже не в том, что они известные ребята, у нас есть много достойнейших других проектов, которые созданы хорошими ребятами, да, известными. Суть стоит в том, что они провели на площадке CoinList свое ICO, и участвовать в данном ICO могли только ребята, которые зарегистрировались на AngelList, так званом, на angel.co сайте. В чем смысл данного сайта, и который является партнером в данном случае данного ICO, данной платформы вообще CoinList? Смысл является в том, что здесь могут инвестировать ребята, которые показали некие справки, что, ну, выписки, что у них там, например, минимум есть доходность 10 тысяч долларов за последние два года. То есть чем-то подтвердили свою доходность легально, да, легальную. И они могут инвестировать в разные синдикаты. То есть здесь есть разные компании, например, одна из них это Blockchain Capital, одна из самых известных блокчейн, в общем-то, блокчейн фондов, известных фондов. И, в общем-то, вот такое вот решение, да, проводить ICO только через AngelList. А кто пытался провести, тот наверняка столкнулся с тем, что они не могут верифицировать свой аккаунт на AngelList, потому что они могут предоставить выписку, что у них доходность 10 тысяч долларов минимум за последние два года, официальную выписку с банка, да. И так получилось, что участвовать в данном ICO смогли только, ну реально, то есть либо же отдельные какие-то мини-фонды, либо отдельные инвестиционные фонды, либо какие-то крутые инвесторы, которых, ну действительно, все легально, они давно занимаются инвестиционной деятельностью. То есть это все очень сильно было привязано к AngelList и пройти на это ICO было сложно обычным людям. И к чему это привело? Привело к тому, что у нас основная масса токенов на Falcon была распродана как раз большим дядям, большим китам. То есть это проект для больших ребят. То есть, по сути, это проект, который, ну как у нас офлайн венчурные инвестиции, да, проходят. Как раз это такой вот проект, который организовал ICO в онлайне. Назвал это ICO каким-то образом. Хотя, по сути, сама суть ICO, она из такой привязки к AngelList очень сильно пропадает. То есть я так вижу, что очень большие суммы были сюда проинвестированы. Небольшим количеством людей, инвесторов, фондов. И, соответственно, данный проект, он, выйдя на биржу, будет контролироваться в основном большими ребятами. Почему я считаю это прецедент? Потому что, по сути, выдается за ICO те же самые вот способы инвестирования, что в офлайне у нас уже в данный момент есть, они выдаются за ICO. Ну, вкратце, как-то вот такая вот интересная штука получается. То есть, не совсем понимаю, в чем смысл было вот так вот сильно ограничивать проведение ICO. Возможно, с какими-то регуляторными вопросами в плане там SEC, который недавно у нас, да, начал затевать некую бучу. Возможно, это связано с тем, что хотелось по маркетингу привлечь внимание большого количества комьюнити, чтобы собрать там большую сумму. Ну, и в итоге получилось так, что сеть не выдержала в итоге инвестиции, и они частично отключили инвестирование. Но я думаю, если не включат сразу же, это сумма может возрасти даже раза в два, потому что все больше шумихи поднимаются. Вот, то есть, и так получилось, что вот такой вот проект Filecoin, он как бы пока вот такой вот некий, ну, не то, что единственный совороде, но тот проект, который собрал такую сумму прям, да, позиционируя себя как ICO, хотя на самом деле это, по сути, вечерная инвестиция, как бы, да, которая вот так вот позволяет именно сюда вкладывать деньги чисто ребятам большим. То есть, ну, как, ну, простые люди сюда не могут инвестировать де-факто. Только если они соберутся в какой-то свой фонд, да, и, соответственно, представитель данного фонда пройдет верификацию на AngelList, тогда они смогут инвестировать и получить какую-то пайсовую долю. Вот, то есть, вкратце я еще хотел сказать, что мы видим, что сейчас уже, ну, то есть, многие даже большие ребята хотят переходить на формат ICO, выходить с там каких-то кулуарных инвестиций, но, тем не менее, все равно какой-то порог входа существует, да, то есть, порог входа, он существует. Можно сказать, что вот в похожем смысле, возможно, в будущем будет проходить при ICO каждой компании в отдельности. То есть, сейчас как проходят при ICO разных компаний? Личные договоренности. Мы пишем на почту чуваку какому-то там представителю, и, эй, Дэн, привет, слушай, у тебя крутой проект, я хочу там получить 50% скидки с токенов, годов там вложить 50 тысяч долларов. Как тебе такая идея? Он говорит, да не вопрос, вот держи Ethereum адрес, скидывай, я тебе по СМА-контракту потом перейдут эти токены. Вот, и вы должны, как бы, довериться Дэну, что он не кинет вас, и все будет классно. Вот, а в данном случае мы можем проводить при ICO, ограничив участников тем, что вам нужно будет регистрироваться через Agile List, при этом поднять большой уже ажиотаж, да, не просто сказать, что вот мы собрали на при ICO такую-то сумму, и типа мы собрали, поверьте нам. Здесь же мы сразу показываем данные, да, мы собираем сумму открыто, все это видят, у всех струнки текут, потому что собираются большие суммы. Тем не менее, по идокам участвовать могут только большие ребята с большими суммами, то есть некий рубеж. А после этого, когда уже успешно при ICO, есть что показать людям, вот эти мы провели успешно при ICO, сейчас сортует ICO, и теперь уже все смогут участвовать, и мы будем проводить как по фэншую. То есть каждый сможет вложить там 0,01 на эфир, например, минимум, там какой-то BTC в ограниченном количестве, ну, минимальный какой-то взнос будет в порог, да. Тем не менее, уже все смогут сюда зайти. Не знаю, возможно, вам покажется данное видео странным, непонятным, для чего я вас снял, но тем не менее, я надеюсь, что вы поняли тот суть, тот месседж, который я пытался до вас нанести. То есть я всегда обращаю внимание на такие вещи, которые могут изменить правила игры на рынке. И вот данное ICO, мне кажется, оно одна из таких вот, которые могут поменять вообще, ну, саму структуру проведения ICO в будущем. То есть, возможно, компании начнут как раз вот при ICO публично теперь уже проводить, не в кулуарах, таким вот способом, ограничивая участников каким-то, ну, там, документацией какой-то, документами, да, сделать это более легально, более, ну, правильно, что ли. Причем по суммам тоже ограничить их, вот, ну, и при этом, сделав себе рекламу, де-факто, да, о том, что мы вот такие хорошие собрали на при ICO такую-то вот сумму. Сейчас, конечно, многие тоже проводят какие-то ICO на собственных платформах, но, как бы, как видите, ну, в общем, Filecoin это первое, ну, не знаю, такое ICO, которое собрало такую большую-большую сумму, используя платформу AngelList. Вот, вкратце все, что хотел сказать по данному ICO. Вообще, как я отношусь к Filecoin, что-то такое, да, забыл сказать, это, по сути, Analog SEO, Analog Stoge, это дистанализированная сеть по хранению данных, которая, опять же, с помощью блокчейна, она будет поддерживаться, собственно, технология будет у них использоваться, IPFS. Между прочим, вы можете пойти на проект, на каждый проект, посетить сайт, почитать подробнее о, ну, как бы, о каждой, о каждой их разработке данной, данной компании, Protocol Labs. Вы увидите, что, ну, ребята реально очень сильные, в том плане, что они разработают протоколы с нуля. Это очень круто, потому что я всегда рекомендую вам в первую очередь инвестировать именно в протоколы, потому что протоколы, это то, что вообще меняет абсолютно весь рынок, создаются с нуля и создает правила игры на рынке, по сути, да, это то, что пишется, то, что пишет правила игры на новом рынке. Как раз вот такие протоколы, они будут развивать рынок блокчейна. Тут еще много других у них интересных проектов, то есть можно тоже почитать, посмотреть. Ну, вкратце, я не знаю, в чем, я до конца не считал их технический вайпепер, да, там очень сложно все, тем не менее, у них есть некие преимущества перед существующими платформами. Посмотрим, как оно все пойдет, у них большая поддержка, у них есть, кстати говоря, у них есть все ресурсы для того, чтобы создавать этот проект без абсолютно какого-то финансирования, у них есть своя команда энтузиастов, с которых много энтузиастов, которые работают на идею. То есть, ребята, вы почитайте про них, интересные ребята реально, я на вашем месте еще подписался на них где-то в медиа, в блоге, например, потому что то, что они делают, думаю, в будущем они еще много интересных вещей сделают, которые будут стоить вашего внимания. Пожалуй, это все, друзья, все, что хотел высказаться, выскажите свое мнение по поводу данного SEO, интересно будет услышать, кстати говоря, особенно будет интересно услышать людей, которые проинвестировали данные SEO, которые являются также участниками Энджелу Листа, да, тоже интересно послушать вас. Вот, и, соответственно, не забывайте подписываться на канал, если вам нравится то, что мы делаем, и вступайте в наш телеграм-канал, вступайте на сайт, там у нас тоже много чего интересного есть, крипто-сервисы можно посмотреть. Ну и на этом все, пожалуй, спасибо за внимание, всем удачного инвестирования и хороших проектов в будущем. Все, пока.